ТРАССА 101 Приветствую, в эфире ТРАССА 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В правила дорожного движения готовится очередной пакет поправок. Автор Федеральный Минтранс. Речь идет о запрете остановки и стоянки автомобилей на островках безопасности. Кроме того, ведомство предложило отказаться от ГОСТов на автомобильные аптечки и огнетушители и увеличить требования к светопропускаемости лобовых стекол при тонировке. ТРАССА 101 Вступление в силу новых правил сдачи экзаменов на водительское удостоверение перенесли с октября этого года на апрель следующего. Напомню, основное новшество заключается в отмене автодрома. Кандидаты в водители поедут сразу в город. Площадка будет обязательной только для мотоциклистов. Вдобавок будет внедрена новая система оценок. Например, разговор по телефону во время движения или непристегнутый ремень будут сразу означать, что практический экзамен не сдан. ТРАССА 101 Права категории «Б» в России следует выдавать с 16-летнего возраста. Соответственно, в 15 можно уже идти учиться в автошколу. Такой точке зрения придерживается один из депутатов Госдумы, о чем он написал руководству ГИБДД. Обосновывая необходимость снижения возраста для получения водительского удостоверения, парламентарий отметил, что многие 16-17-летние юноши и девушки переезжают на учебу в другой город и живут без родителей. Чем раньше они получат водительский документ, тем раньше станут приносить пользу экономике, уверен депутат. ТРАССА 101 Некоторые модели Рено, например, Логан и Сандера, будут выпускать на Автовазе. Речь идет об автомобилях следующего поколения, сообщают СМИ. Соответствующие планы могут быть реализованы через 2-3 года. А подготовительные работы в Тольятти идут уже сейчас. Там строят новую линию. Более того, машины якобы будут изготавливаться не под французским брендом, а под маркой «Дачия». Это, как известно, румынское подразделение Рено. ТРАССА 101 В очередной раз определены победители премии «Автомобиль года в России». Перечислю лишь ключевые номинации. Лучшим городским автомобилем признан Kia Picanto. В малом классе вверх одержала Lada Vesta. В среднем – Skoda Octavia. В бизнес-классе – Toyota Camry. Компактным внедорожником номер один стал Kia Seltos. Лучший легкий внедорожник – Renault Arcano. Средний – Volkswagen Touareg. А тяжелый Mercedes-Benz GLS. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. ТРАССА 101 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова